Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Добрый день, спасибо, что согласились на интервью. Скажите, пожалуйста, как оцениваете итоги деятельности Министерства юстиции Республики Татарстан в 2017 году? Добрый день. 2017 год был насыщен для Министерства юстиции, и, наверное, одним из главных событий стал переезд в новое здание Министерства юстиции, историческое здание, которое находится на Кремлевской, 16. Благодаря поддержке президента Республики проведен капитальный ремонт. Сегодня сотрудники размещаются в комфортных современных условиях. Почти все отделы размещены по системе OpenSpace. У нас появилась возможность проводить совещание в режиме видеоконференц-связи. Раньше мы обращались к своим коллегам. Они, конечно, нас поддерживали, но когда у самого есть такой ресурс, это здорово. Все те задачи, которые перед министерством ставились, они выполнены. У каждого органа исполнительной власти есть индикаторы. У Министерства юстиции они тоже имеются. Эти индикаторы также достигнуты. Но, наверное, основное не как мы себя оцениваем, а как оценивает нашу работу руководство в Республике. Традиционно такие итоги подводятся в начале года на коллегиях. Коллегия у нас прошла в конце января. Принимал участие Фарид Харилович Мухаммедшин, председатель Госсовета. Он оценил деятельность министерства в 2017 году позитивно, с положительной стороны. Это, наверное, главная характеристика нашей работы по итогам 2017 года. Отлично. Какие новые проекты внедрили в 2017 году? Вообще сегодня, наверное, мы живем в эпоху цифровых технологий. И, конечно же, хоть юриспруденции и цифровые технологии вроде как не совсем рядом идут, но все же мы пытаемся их внедрять в нашу повседневную деятельность. Первым проектом у нас стало создание интерактивной карты бесплатной юридической помощи. Она размещена на геопортале Республики Татарстан. В ней отмечены точки, где граждане могут получить бесплатную юридическую помощь у адвокатов, у органов государственной власти, у полномоченных правом человека, у полномоченных правом ребенка, в юридических клиниках. Удобно, можно в онлайн-режиме зайти, сходя из места в свое положение, найти точку. Там будут все данные, кто оказывает помощь, в какое время, как можно связаться, позвонить. Дальше мы совместно с Министерством информатизации и связи планируем создать систему бесплатной юридической помощи для адвокатов, ну и для граждан соответственно. У нас бесплатную юридическую помощь могут получить отдельные категории граждан, и они должны подтверждать свой статус документально. С внедрением этой системы мы предполагаем, что, обращаясь к адвокату, необходимость подтверждать статус отпадет, и адвокаты в онлайн-режиме могут посмотреть, включен в реестр категории граждан или не включен. Второе, адвокаты смогут в электронном виде отправлять документы на оплату своих услуг. Это актуально, тем более для адвокатов, которые работают не в Казани, а в отдаленных районах республики и участвуют в этой системе. Следующим новшеством информационных технологий является внедрение с 2018 года системы «Кодекс». Доступ к этой системе представлен всем органам исполнительной власти, всем органам местного самоуправления. Что это такое? Система «Кодекс» представляет собой всю правовую базу Татарстана, законы, указы, все акты кабинета министров, министерств ведомств, все акты органов местного самоуправления. И в случае изменения законодательства федерального республиканского, система автоматически дает сигнал, что такие-то акты вступили в противоречие с изменениями. И на основании этого сигнала органы могут оперативно разработать проекты и внести изменения. Но это является хорошим подспорьем для работы. Мы с этого года только внедрились, с февраля более активно. И в апреле планируем подвести итоги по результатам работы в первом квартале. И, наверное, тоже какие-то решения примем. Вот вы говорили про бесплатную юридическую помощь. Как эффективно работает этот механизм? С 2013 года Министерство юстиции определено уполномоченным органом в сфере оказания бесплатной юридической помощи состоит из двух систем – государственной и негосударственной. Государственная система предполагает, в ней участвуют органы государственной власти и адвокаты. В негосударственной системе участвуют юридические клиники, которые созданы при вузах, и негосударственный центр. Мы, конечно, взаимодействуем со всеми, но курируем именно государственный сектор. Адвокаты у нас работают на основании соглашения, которое ежегодно подписывается Министерством юстиции и Адвокатской палаты Республики Татарстан. В ноябре 2017 года подписано соглашение на 2018 год. Сегодня 144 адвоката работают в системе, к которым любой гражданин, может быть, не любой гражданин, гражданин, подпадающий под систему бесплатной юридической помощи, может обратиться. У нас с 2016 года наблюдалась тенденция, когда количество участвующих адвокатов начало снижаться. Поэтому в 2017 году нами было инициировано увеличение оплаты труда адвокатов по отдельным видам оказания бесплатной юридической помощи. То есть адвокаты оказывают помощь и в устной, и в письменной форме, составляют рисковые заявления, представляют интересы в граждан судах, в организациях. Вот мы инициировали повышение оплаты за составление исковых заявлений и представление интересов в судах. И это стало своего рода стимулом для адвокатов. Президент нашу инициативу поддержал. И количество адвокатов сегодня увеличивается. В месяц несколько адвокатов добавляется к нашей системе. Помимо этого мы реализуем проекты самостоятельно. У нас доброй традицией стало проведение дни бесплатной юридической помощи. Они проводятся в преддверии памятных значимых дат. Международный день пожилых людей, день инвалидов. Очередное мероприятие мы планируем в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Планируем его провести не в мае, а в конце апреля. Это делается специально, потому что в мае многие уедут за город. И чтобы охват населения был больше, мы такое мероприятие запланируем. Ориентировочно 25-26 апреля. Через средства массовой информации для целевой группы населения новость дадим. Помимо этого взаимодействуем с Татарстанским региональным отделением Ассоциаций юристов России. У нас есть успешный проект, который позитивную оценку нашел и на федеральном уровне. Это проект по оказанию бесплатной юридической помощи жителям, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах. Для этого создана информационно-консультативная группа. В нее включены представители аппарата президента, аппараты государственного совета, федеральных и региональных органов власти. Нотариусы, адвокаты активно участие принимают. Консультационная группа выезжает в район и в отдаленных сельских поселениях оказывает бесплатную юридическую помощь всем, кто обратится. В том числе на татарском языке я такую помощь оказываю. На каком ресурсе население имеет возможность ознакомиться с нормативно-правовыми актами Татарстана? С 2013 года был создан официальный портал правовой информации в республике Татарстан. Он зарегистрирован как средство массовой информации. В нем на сегодняшний день размещаются акты органов государственной власти и законы, акты президента, акты правительства, акты всех министерств и ведомств. И в том числе доступ предоставлен органам местного самоуправления, они свои акты там тоже размещают. Сегодня более 54 тысяч актов размещено. Только в 2017 году более 21 тысячи актов разместили на этом ресурсе. Это является источником официального опубликования. Ну как, знаете, любой акт, чтобы он вступил в законную силу, он должен быть опубликован. И вот размещение на этом ресурсе является официальным опубликованием. Поэтому любой гражданин может зайти и посмотреть, какие акты в Татарстане приняты и сегодня действуют. Помимо актов органов государственной власти на ресурсе размещаются и решения Конституционного суда Республики Татарстан, Верховного суда Республики Татарстан, связанные с оспариванием нормативных правах актов. Про антикоррупционную экспертизу. Какие результаты проведения в 2017 году? Министерство юстиции является уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы. Вообще у нас система антикоррупционной экспертизы проектов двухуровневая. Первое, когда проект разрабатывается в недрах органа министерства или ведомства, у них есть специально определенные сотрудники, которые проводят антикоррупционную экспертизу. После этого, например, проект постановления Кабинета министров направляется в правительство в рамках межведомственного согласования, в том числе через Министерство юстиции. Министерство юстиции, как второй фильтр, также проводит антикоррупционную экспертизу. В 2017 году мы провели экспертизу 1227 проектов. Большинство из них — это проекты правительства, больше тысячи. Во всех этих, из этих 1227 проектов, в 17 выявлены коррупциогенные факторы. За последние несколько лет мы отмечаем снижение количества выявляемых коррупциогенных факторов, но это не значит, что мы начали хуже работать. Мы это связываем с тем, что на местах уровень профессионализма в наших отраслевых министерствах растет. Мы ежегодно проводим для них учебы. Разработали методические рекомендации в 2017 году, которые своим приказом утвердили. Рекомендации подробно расписывают, как проводить экспертизу, какие коррупциогенные факторы, в каком виде они могут содержаться в актах. И эта работа приводит, в том числе, и к снижению коррупциогенных факторов, которые выявляются нами. Ну и есть работа независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы. Это еще одна ступень. А они как работают? Сегодня на территории Татарстана зарегистрировано 47 независимых экспертов. Они регистрируются Министерством юстиции Российской Федерации. Независимый эксперт по собственному усмотрению может проводить антикоррупционную экспертизу проектов. Мы для этого создаем условия. То есть каждый орган при разработке проекта нормативного права в акте размещает его на антикоррупционную экспертизу на своем сайте и определяет срок, в течение которого принимаются заключения. И независимый эксперт может подготовить экспертное заключение, направить его в орган, где отметят, какой курфактор выявлен и каким образом его устранить. У органа же есть обязанность рассмотреть, или учесть, или мотивированный ответ дать, почему он не согласен. У нас до 2016 года были определенные сложности с активностью независимых экспертов. В год поступало не больше 10 экспертных заключений. Это на все акты, которые принимаются в Татарстане. После было инициировано проведение ежегодного конкурса независимых экспертов. Инициатором было управление Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. И наше министерство инициативу поддержало руководство. Соответствующий конкурс мы запустили. В 2017 году второй раз подвели итоги, были определены победители-призеры. И цель конкурса достигнута. Мы смогли активизировать экспертов. У нас более 150 заключений в рамках конкурса поступило к независимых экспертов. Этот конкурс получил... Ну, во-первых, этот конкурс был единственной практикой на территории всей России. Мы стали первыми. И он получил положительную оценку Министерства юстиции России. И был рекомендован всем регионам для учета в работе. Какая помощь оказывается в Министерстве органов местного самоуправления в сфере нормотворческой деятельности? Одним из направлений Министерства юстиции является взаимодействие с органами местного самоуправления. Мы и учебы проводим, и модельные акты разрабатываем, и информационные письма готовим, методические материалы. Например, в 2017 году подготовили материалы по судебной защите интересов органов местного самоуправления, методические материалы по работе должностных лиц, административных комиссий, муниципалитетов. Тесное взаимодействие у нас с ними налажено, с муниципалитетами. Осуществляется ли взаимодействие Министерства юстиции с органами местного самоуправления при разработке примерных актов? Да, в обязательном порядке, потому что очень большая ответственность при разработке модельных актов. Тем более, если эта модель касается всех муниципальных образований, их у нас около тысячи. Если мы какую-то ошибку совершим или не учтем их интересы и растиражируем его на все муниципальные образования, конечно, последствия будут не очень лицеприятными. Поэтому мы выстроили систему межведомственного взаимодействия. Все модельные акты, которые разрабатываются, мы согласовываем с Республиканской прокуратурой. Для учета мнения муниципалитетов взаимодействием с Советом муниципальных образований, это позволяет нам в конечном итоге получить качественный документ с учетом интересов местной власти. Такую работу ведем. Для принятия качественных правовых актов в муниципальном случае необходимо поддерживать уровень квалификации. Какую роль в этом играет Министерство? Действительно, мы по нескольким направлениям проводим учебу. Первое – это в рамках взаимодействия с Высшей школой государства муниципального управления Казанского Приворского федерального университета. Они организуют курсы повышения квалификации учебы муниципальных служащих. И наши сотрудники регулярно привлекаются в качестве лекторов или в качестве специалистов, которые проводят практические занятия на подобных курсах. Также мы и сами проводим учебу для муниципалитетов в рамках ВКС, о котором я в самом начале говорил. Последняя такая учеба была вчера. Мы ее провели по изменениям федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и по вопросам приведения уставов в соответствии с этими изменениями. На учебу мы традиционно приглашаем коллег. Вчера, в частности, участвовал заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Татарстану. Участвовали представители аппарата государственного совета и наши сотрудники. Еще одним направлением является выезд муниципальные районы. В рамках выезда мы изучаем работу органов местного самоуправления по направлению деятельности министерства. По результатам мы проводим совещания в формате круглых столов, где также разбираются проблемные вопросы, каким образом улучшить работу. Это тоже своего рода учеба является. И полезно для нас, потому что некоторые районы внедряют какие-то новые вещи, которые мы потом можем транслировать другим районам нашей республики. Пример какой-нибудь можете привести? Да, можно привести пример. В том году, выезжая в районы, мы увидели, что отдельные районы системную работу начали вести по формированию принятых нормативно-правых актов. Они своими актами этот порядок утвердили. Анализ показал, что большинство районов эту работу не проводят. В связи с этим мы совместно с Советом муниципальных образований разработали типовой акт, каким образом эти реестры необходимо вести. Обсудили его на заседании Совета муниципальных образований и тиражировали во все органы местного самоуправления. Сегодня эта работа уже на системной основе ведется. Каждый орган знает, когда он какой акт принял. Потому что были проблемы, граждане обращаются, нам нужен такой акт, его найти невозможно. Сейчас таких проблем, в принципе, уже в будущем не должно быть. В чем заключается функция министерства, касающаяся мировой юстиции? Это следующее крупное направление деятельности министерства наряду с нормотворчеством, взаимодействия с органами местного управления. В соответствии с федеральным законодательством, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы исполнительной власти субъектов. Вот таким органом в Татарстане как раз является Министерство юстиции. Сегодня у нас создано 188 участков мировых судей. Они размещены в 71 здании, и полностью их деятельность обеспечиваем мы. Эта работа организована в рамках государственной программы развития юстиции в Республике Татарстан на 15-е и 20-е годы. В этой программе предусмотрена подпрограмма развития мировой юстиции, в рамках которой мы проводим и капитальный ремонт, и текущие ремонты. Компьютерная техника, оргтехника обновляется. Те программные продукты, которыми мировые судьи пользуются, проходят повышение квалификации аппарата мировых судей, проходят подготовку вновь назначенные мировые судьи. Они же повышают квалификацию. Вся работа в рамках этой программы. И у нас есть результаты. Мы за последние три года 15 зданий отремонтировали. В них размещается 36 судебных участков. В 2017 году улучшили условия размещения 12 участков. Это не только в Казани, а по всему Татарстану. Лениногорск, Тетюши, Тюличи, Альметьевск, ну и Казань, соответственно. Охват по всей республике. Мы обеспечили системами безопасности все участки, металлодетекторами. Где-то это стационарные, где не было возможности установить стационарные металлодетекторы, ручными оснастили. Мы на 100% в 2017 году обеспечили все здания мировых судей системой видеонаблюдения. Этот показатель по 2016 году был 42%. В 2017 100%. Для понимания, в 2017 году по округу нашему показатель средний 50%. То есть мы достигли 100%. У нас есть в рамках этой же программы мы через портал государственных муниципальных услуг предоставили возможность гражданам оплачивать госпошлину при обращении в суд в электронном виде. Где-то больше полутора тысяч человек этой функцией воспользовалось. Это не так много по нашей точке зрения. И мы, конечно же, работу по реализации этой возможности будем вести. У нас отдельные мероприятия наши под программы в текущем году завершаются, в 2018 году. Поэтому мы сейчас ведем работу совместно с Министерством финансов по разработке проекта, который бы продлил эти мероприятия на 2019-2020 год. Соответственно, эту задачу на 2018 год мы себе тоже поставили. Еще какие задачи стоят на этот текущий год? Задачей Министерства юстиции занимается государственной регистрацией нормативных правовых актов органов исполнительной власти. То есть все приказы Министерства ведомства регистрируются в нашем министерстве. Если мы их не зарегистрируем, они не вступают в законную силу. Были требования федерального законодательства, в рамках которого регистрация осуществлялась на бумажном носителе. В том году эти требования отменили. И сегодня мы можем перейти на регистрацию в электронном формате. Это, во-первых, экономия времени, во-вторых, экономия бюджетных средств, потому что приказы представляются в трех экземплярах, прошитые, с дополнительными сведениями, документами. Некоторые приказы могут быть под 80 листов. Конечно же, экономия по бюджетным средствам в рамках бумаги, я думаю, тоже будет. В целом мы зарегистрировали в прошлом году 729 приказов. На этот год задача перевести эти услуги в электронный вид полностью. Не услуги, а функцию в электронный вид. Это выгодно не только нам, но и всем органам исполнительной власти, потому что они все принимают приказы и распоряжения. Следующей задачей является внедрение новых форм обучения муниципальных служащих. Это стажировка вновь назначенных муниципальных служащих. Мы пилот уже провели. 5-6 марта три сотрудника вновь принятых юридических служб с районов на два дня приезжали к нам в министерство. Мы совместно с Высшей школой государства и муниципального управления разработали программу. В рамках этой программы проводились круглые столы, лекции, практические занятия. И следует отметить положительный эффект, потому что когда ты общаешься в аудитории, где три человека сидят, все проблемы можно обсудить. Они не стесняются, задают интересующие их вопросы. И здесь плюс не сравнить, когда 30-40 человек слушают лекцию. Положительный отклик от них мы получили, и эту практику ежеквартально планируем продолжить. Также планируем организовывать видеоприемы муниципальных служащих. У нас видеоприемы граждан мы регулярно проводим. Последний такой прием я провел в среду с жителями Арского и Лабужского районов. И мы хотим транслировать, в том числе на муниципальных служащих. Потому что зачастую могут возникнуть вопросы, которые носят межотраслевой характер. Связанный, например, с землей, со строительством. Могут быть вопросы, которые задействуют сразу несколько министерств и муниципалитет звонят одним, другим, конкретного ответа получить не могут. А мы сделаем такую площадку. По их вопросам они будут обращаться, будем приглашать все заинтересованные органы и в онлайн-режиме, без выезда на место, уже отвечать на их вопросы. В сфере мировой юстиции мы хотим полностью все судебные участки оснастить высокоскоростным интернетом, что позволит нам перейти на ИП-телефонию, что в конечном счете, я думаю, тоже даст определенную экономию бюджетных средств на услуги связи. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова